Добрый день, дамы и господа, уважаемые пользователи сети интернет. На сайте информационного агентства Тюменской области начинается интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Николая Анатольевича Токарчука. Николай Анатольевич, генеральный директор УГТРК «Ямал-регион», один из шести депутатов, который представляет Ямал в Тюменской областной думе, законодательный орган области, он прошел по партийному списку «Единой России» и был запрепленным в Органгуйском избирательном уголе. Николай Анатольевич является заместителем председателя комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению. Сегодня наш гость ответит на вопросы посетителей нашего сайта в режиме реального времени. Наша конференция доступна для пользователей сети в режиме реального времени. Посетители сайта смогут также наблюдать видеоизображения. Добрый день, Николай Анатольевич. Добрый день. Первый вопрос он задает Сергея Салехарда. Спрашивает, изменится ли количество института как условия областного парламента? Первый вопрос, первый ответ. Изменится. Как, какая структура, модель и методология расчета, она по федеральному законодательству известна уже. То есть, предположительно, скажем так, от 40 до 118 человек должно представлять, я имею в виду трехкомпонентные составляющие представителей Ямала, Югры и Тюменской области. Поэтому, скажем так, точной информации нету, хотя наш комитет в приоритетном направлении в этом плане работает. И, как будет информация, я с удовольствием непосредственно респонденту, кто задавал этот вопрос, отвечу уже дополнительно. Спасибо, Николай Анатольевич. Следующий вопрос от Ларисы из Нового Уренгоя. Какие задачи поставил перед депутатами новый губернатор Дмитрий Кабокин? Ну, действительно, спасибо за вопрос. Буквально недавно, неделю, 2-3 назад у нас была встреча. В мае месяце представители депутатского корпуса Тюменской областной думы Ямала встречались с Дмитрием Николаевичем Кобылкиным, с губернатором, где были в число приоритетных задач, установок, пожеланий и предложений. Губернатором было высказано более серьезная работа по программе сотрудничества, в том числе приоритетные вопросы. Это программа переселения из районов Крайнего Севера, мы говорим, Ямала, на юг Тюменской области. Интеграция такая в режиме, как бы онлайн-режиме, она уже продолжает. И знаем, что опыт есть у администрации Ямала-Ненецкого округа в программе переселения. Плюс также одно из приоритетных направлений, высказанных губернатором, это молодая семья. Для кого не секрет, что бывает еще и так. Мне было, между прочим, интересно услышать, потому что я впервые об этом услышал, ну как бы знал, что есть такие проблемы, но о том, чтобы акцентированно губернатор обратил на них внимание. То есть иногда бывает молодая семья, это комплекс проблем и система их решений. То есть молодой человек проживает, учится в школе в Новом Уренгое, в Надыме, в Ноябрьске, поступает в ВУЗ Юго-Тюменской области. Здесь он проходит обучение, получает специальность. И органы государственной власти, как и Ямала, так и Тюменской области, должны быть заинтересованы в решении его, как и дальнейшей профессиональной деятельности, решении его работы, устройства на работу, жилья и так далее. И в том числе и забота о его родителе, которые остаются в районах крайней населенной, когда ребенок здесь обучается. Потому что здесь много и психологических, и социальных, и бытовых вопросов. То есть проблемы решаются в должном комплексе. Да, да, да. И переселение ветхого аварийного жилья, то же самое продолжение вопросов интеграции на поприще здравоохранения, когда ямальцы получают ту или иную медицинскую помощь на юге Тюменской области. В этом плане, губернатор, те приоритеты, которые исторически были выстроены, они остаются, но с усилением вопросов, во-первых, двух вопросов. Вопросов жилья, обеспечения, переселения жилья. И в том доступности жилья, в том числе и немало, к нам приходят избиратели, которые хотят приобрести жилье на юге Тюменской области. И многие хотят, кстати, даже не выезжать. Есть такая возможность, не выезжая из Салихарда, из Уренгоя, из Надыма, получить ключи от квартиры в городе Тюмени, находясь там. Не рискуя попасться во всякого рода сети ваших южно-тюменских, черных или зеленых, не знаю, как их называют, риэлторов. Понятно. Следующий вопрос от Александра Викторовича из Тюмени. Он интересуется, каким образом наказы избирателей финансируются из резервного фонда правительства Тюменской области. Кто может рассчитывать на эту помощь? Ну, методология, алгоритмы, рекламент уже выстроен. Технология такова. То есть, в первую очередь, финансирование идет для нужд муниципальных учреждений, для муниципалитетов и так далее. То есть, школы, детские сады, спортивные учреждения, в котором необходимо финансирование или дофинансирование, обращаются к нам депутатам. Вот, допустим, ко мне обратилась детская спортивная школа Нового Ренгой. Они открывают, открывается новый спортивный зал. Один из, я считаю, я там был в Новом Ренгой, один из лучших в Уральском федеральном округе на средства предпринимателей. И попросили, руководство этой школы попросили финансирование на амуницию, амунирование. То есть, написали бумагу, я на депутатском приеме это рассмотрел. Действительно актуально, значимо, когда там 150-200 детишек сразу же в один раз будут заниматься боксом. И потом, там еще необходимо несколько бумаг, в том числе и выписку из муниципальных образований, о том, что данная услуга или данный объект не заложен, не финансируется на этот год. И я уже обращаюсь, как депутат, обращаюсь к губернатору Владимиру Владимировичу Якушу. Прошу оказать ему содействие в изыскании средств для, ну, допустим, школы, спортивной школы города Нового Ренгой. Губернатор рассматривает, это из резервного фонда губернатора, рассматривает, отписывает по своим направлениям, по залам, если это образовательное учреждение, департамент образования, они проходят эти все заявки и экспертизу. Если все нормально было, выходит постановление губернатора о выделении денежных средств и целевым назначением в эту школу, в этот город, через муниципальное образование, денежные средства поступают и они там усваиваются. То есть, в первую очередь, специально значимые такие? Конечно, конечно. То есть, допустим, приобрести кому-нибудь дачу на Черном море или Порш-Каен в этом плане к нам не подходит, нет задачи. Ну, потому что, в первую очередь, там где-то ремонт школы, где-то ремонт детский сад, где-то, допустим, электронные доски. Вот в прошлом году в Салихарбе обращались тоже. При моем участии из резервного фонда губернатора были выделены средства в районе полутора миллионов рублей на электронные доски одной из лучших гимназий, гимназия номер один, в Душной столице. Дети уже стали сейчас продвинутыми. Да, Чимово Дениска, я одновременно. Следующий вопрос. Ирина, она просит характеризовать Ваш избирательный округ. Чем он отличается от других, спрашивает она? Ну вот, избирательный округ, если вот так, в буквальном смысле, я вообще депутат от Ямала-Ненецкого округа. Проживаю в городе Салихарбе. По фракции «Единая Россия» я записан и определен, прикомандирован, скажем так, к избирательному округу номер два Нового Оренбойского избирательного округа. На самом деле, я бы сказал, что первый, второй, третий, вот Салихарский, Нового Оренбойский и Нен-Ноябрьский избирательный округ достаточно нет особых каких-то отличий. И там я работаю во всех трех избирательных округах, не приходится бывать, но моя приемная открыта в Салихарбе, в Новом Оренбойке. Больших отличий нету, и я бы не сказал, что вот жители Нового Оренбой в корне отличаются со своими бедами, чайными проблемами от жителей Салихарбе. Те же вопросы, те же проблемы, и та же вера в перспективу лучшего, которое должно проходить на ее земле. И желание и стремление. Конечно, конечно, нет, нет. И даже тюменцы обращаются. У меня открыта приемная в городе Тюмени, да, и жители города Тюмени обращаются, и реально приходится идти им навстречу, оказывать поддержку в том числе, да, и образовательное учреждение, спортивное учреждение, потому что я спортом занимался, и у меня в Тюмени, поскольку я сам тюменский, я 25 лет прожил в Тюмени, здесь школа, университет. А как стал депутатом областной думы, так вспомнили тех, кто и не помнит. Это так обычно бывает. Владислав из Тадовского района спрашивает, планируете ли вы принять участие в предстоящих в 2012 году выборах по областной парламенту? Ну, как президент говорит? Планирует, он говорит. Планирует, да, планирует. При условии, если в то сообщество, которое меня выдвигало, в прошлом году инициатором выдвижения меня, кандидатом в депутаты, был трудовой коллектив нашей телерадиокомпании «Ямал-регион», при активном участии и поддержке губернатора «Ямал». Если вот коллектив пожелает, трудовой коллектив, чтобы депутат Токорчукс и по-прежнему оставался депутатом в новом СССР, и губернатор «Ямала» увидит, что в этом будет большой конструктив и поза «Ямалом», прагматика сработает и, наверное, кайя стану кандидатом депутатом. Мы пока еще рано об этом говорить. По крайней мере, отвечая на вопрос «да, планирует». Не исключаю такую возможность. Мария Арбатова из Тюмени просит пояснить, чем отличается деятельность депутата, работающего на постоянной основе, от деятельности депутата, работающего на общей мировой началом. И второй вопрос. Как Вы построите свою депутатскую деятельность в областном парламенте, когда станете получать там заработную плату? Ну, давайте со второго вопроса. Под вопрос этого вопроса. Вот когда я стану депутатом на постоянной основе, я тогда отвечу. То есть я еще не работал ни разу в жизни депутатом на постоянной основе. На общественных началах у меня в практике была, я был председателем комитета по социально-информационной политике Думы в городе Салихар. Три года, а потом уже вот сейчас три года депутатом Минской областной области. На самом деле отличается тем, что, скажем так, физически мое рабочее время делится, когда я работаю сейчас как гем-директор телерадиокомпании «Малый регион», но где-то 65-70% я в первую очередь отдаю работе в ЛОГО ТРК. И 30-40% у меня вот на депутатскую мою деятельность. Хотя, скажем так, иногда бывает и 50 на 50. У нас на телеканале «Малый регион» есть программа «Центр общественного контроля», куда письма, звонки, пожелания, замечания, предложения всех жителей «Малый регион» оттекаются. И «Центр общественного контроля», который совместно с нашей компанией, ЛОГО ТРК «Малый регион» и «Общественная палата «Малый регион» и «Общественная палата» «Малый регион» Центр, вы сможете у вас летать. Ну, видимо, да. Лето же. И те или иные вопросы адресуют мне как депутату. То есть я сижу на рабочем месте, ко мне приходят журналисты Центра общественного контроля. И Николай Николаевич, тут как раз вот пришел человек, звонок из Салихарда, бывший военный. Он должен быть кэштом, вот этот сертификат в Тюмени получить. Как раз ближе к вам приносят все. Я тут же, ну, без эфира, без всего позвонил. Тюменский областной военкомат дали подтверждение. Все, человек ждал сертификат на получение жилья в городе Тюмени. Через два месяца вопрос решен в городе. Через Ямал? Да, да. Через УГДРК «Ямал-регион», когда человек позвонил на горячей линию к нам. Великая сила? Это СМИ? Да, СМИ. С одной стороны, великая сила. Следующее сообщение от Ивана Ивановича Копытина. На Ямале поддержка социально незащищенных граждан, пенсионеров, в том числе, гораздо существеннее, чем на Юге области, считает он. Может быть, опыт ямальцев хотя бы частично мог пригодиться нашим соседям? Как Вы сами оцениваете социальную сторону поддержки областного правительства поживым, многодетными, малоимущими гражданами? Ну, скажем так, если в сравнении, я бы сказал, что мы идем вместе, вот так вот, как органы государственной власти Ямала, так и органы государственной власти Тюменской области. Потому что в рамках единого законодательного процесса, единых законов, которые с федерального центра, отсюда идет уже технология правоприменительной практики этих законов в субъектах Российской Федерации. Как на Ямале, так и в Тюменской области, те или иные законы, они вступают в силу. И в первую очередь, вот вопрос по поводу социальной защиты, социальное обеспечение незащищенных граждан. Это в прерогативе каждого губернатора. Каждый губернатор, каждого субъекта федерации отчитывается в правительство, в администрацию президента ежемесячно, ежеквартально. И в том числе, в числе приоритеты идут выполнения и исполнения вот этих вопросов. Поэтому я знаю законодательную базу и практику его применения на Ямале, как и в Тюмени. Я бы не сказал, что те или иные льготы, субсидии, дотации, реальная помощь ветеранам, допустим, детям-сиротам, социально незащищенным слоям населения в Тюменской области хуже или лучше. Все достаточно, скажем так, по сравнению с другими субъектами федерации, я не беру нашу продвинутую в этом плане Тюменскую область, Ямала и Югру. А в другие, допустим, у меня есть родственники, знакомые в той же Самарской области, даже что далеко ходить, и Курганская рядом, и Челябинская оставляет желать лучше. Те или иные, намного лучше, и социальное обеспечение многодетным семьям здесь могут позавидовать. Хотя многие говорят, вот у нас количество многодетных семей выросло, там вот, власти на каждом шагу не раздают им квартиры. Ну, можно просто посмотреть очередь, и в этом плане, ну, вот даже, я знаю, на юге Тюменской области нонсенс для всей России есть антикризисные штабы, которые полпред Вениченко проводит. Тюмень уже, я не раз присутствовал в режиме онлайн-конференции, и как журналисты, как депутат. Тюменская область, имея, вот на последней конференции были озвучены цифры, где-то около, в районе 7 тысяч безработных, и при том, что есть около 14 тысяч вакансий. Ни в одном субъекте Российской Федерации такого нету. Обычно, обычно количество безработных больше, чем количество вакансий. Это говорит о работе властей в этом направлении социального обеспечения граждан. У меня вот сестра, родная сестра, здесь живет, в Тюмени, она мать пятерых детей, и когда мы сравнивали, какие льготы, какие пособия она здесь получает, и я не знаю, какие получают многодетные семьи на Ямале, между прочим, здесь еще лучше, быстрее решается иногда вопрос. Спасибо. Вас спрашивает Светлана Николай Анатольевич. Каково Ваше участие как депутата в вопросах в профилактике лечения заболеваний ямальцев в учреждениях здравоохранения Юго-Тюминской области? Как Вы считаете, популярна эта услуга, или все-таки большинство предпочитает ехать и лечиться за границей? Ну вот конкретно начнем от семантических конструкций, говоря Вашим языком, по вопросу. Мое участие как депутата такое, то есть я не врач, я просто учусь. Да, я просто учусь. И когда те или иные избиратели приходят, люди приходят с просьбой, обращаются. Но сейчас это стало очень редко, потому что уже наши люди, особенно жители Ямала, они продвинуты в этом вопросе. Они знают, зачем ходить терзать депутатов, если есть СОБЕС, департамент здравоохранения, они пишут заявку, если нужно операцию, нужно диагностику серьезную провести, или адаптацию после серьезного лечения, после операции. Они уже знают, пишут заявку, кто-то не знает, я работаю здесь больше как юрист консульта, как документооборот, ответственный за документооборот. И говорю, вы обращаетесь туда, туда, а если будут какие-нибудь проблемы, тогда обращайтесь ко мне. То есть в этом плане не десятки, а сотни тысяч ямальцев ежегодно через программу сотрудничества учреждения здравоохранения Юга Тюменской области в той или иной мере получают консультацию, лечение и так далее. Будь то дети, допустим, в санаторий Большой Тараскуль, будь то взрослые в кардиологическом центре и так далее. Идет направление, это за счет средств программы сотрудничества, идет направление с Ямала, это оплачивается дорога, проезд и в том числе и лечебный. Что касается заграницы, был один пример, когда один из, скажу так, серьезных сотрудников УВД Ямала подошел ко мне, и, ну, встретились мы и с ним разговариваем, Артем, повесь ли? Да, скучно стало. Вот, подошел, ну, просто встретились, я говорю, что такое озабочивание? А он говорит, да вот машину продают, которая что не понравилась? Да нет, говорит, сейчас вот руки, вот суставы здесь, ноги, суставы, локтевы, ломятся страшно силы. Вот, мне сказали, ну, он говорит, мне сказали, в Германии меня вылечили, 15-20 тысяч евро стоит это лечение, все нормально. Я говорю, подожди, не спеши, потому что я не случайно, были прецеденты, были прецеденты, вот я не буду о них говорить. Вот, просто для примера, я говорю, давай, езжай в Тюмень на день, на два, у меня есть хороший знакомый, физио- и мануальный терапевт, он тебя посмотрит, вот, и вынесет свой диагноз, и тебе скажет, стоит ли тебе закладывать, потому что были прецеденты, люди, узнав о том, что вот в Германии там все лечат, все, что можно, продавали квартиры, продавали автомобили, брали серьезные суммы, кредиты, особенно это касается здоровья детей и так далее. Ну, вот, пришла беда в дом, серьезно заболел ребенок, ну, родители все, все отдадут, чтобы сделать. А я вот, для примера, я говорю, ну, один-два дня ничего не решает, объявление висит о продаже, покупателей пока нет в автомобиле, съездил в Тюмень, съездил, слетал, приехал окрыленный, довольный все. Врач посмотрел здесь в Тюмени, в локте, пощупал его, там, потрогал, помял, покричал и сказал, вынес диагноз. В общем, молодой человек, ну, не молодой, ему 40 лет, он сказал, вы занимались профессионально спортом, потом лет 5 уже им не занимаетесь. Вот это вот как-то на медицинском языке атрофированы мышцы, стали кости болеть. В общем, вам еженедельно нужно хотя бы раз в неделю ходить в баню, париться и заниматься физической нагрузкой, хотя бы гантелями. Все, через месяц я его встречаю довольный, и машина есть, и деньги сэкономил, и уже осанка вот такая серьезная стала. Ходит уже, вот спортзал у них, милиция серьезная, без подготовки все. Вот, пожалуйста, насчет лечения за границей. И были такие прецеденты в прошлом или позапрошлом году, я помню, замгубернатора Мещерин, тогда был в той команде губернатора, он рассказывал о том, что приезжая из-за границы, многие мальцы обращались к нему, он социал-губернатор, здравоохранение, о том, чтобы долечиваться или перелечиваться здесь, в клиниках, в том числе и Тюменской области, и Екатеринбурга, Москвы и Лепитина, здесь в России. Вы советуете? Я советую лучше, самую лучшую, вот, просто по своему примеру могу второй пример привести, лично меня касается. У меня трое детей, старшему сыну, вот сейчас в это время он в лицее нефтегаза поступает, сдает экзамен. Я у вас тоже сдаю экзамен на зрелость политических андепутатов. Вот, и когда ему было в районе 4-х лет, ну, с Альхар суровый климат, 9 месяцев зима, темно, все вот это влияло, и он, то есть, скажем так, не было недели, где бы он не прослужался, если можно так сказать, не было. То сопли, то у нас, то это, ну, постоянно болит. У РВИ, УРЗ, все-все, иммунитета, вот вы, как опытный медик тюменский, сказали, принимаем решение, обращаясь к другу, в Тюмень, он мне говорит, сюда, здесь, вот, кстати, рядом здесь, на Комсомольской, я помню, было вот это лет 10 назад, почему. Вот, иммунологический центр, там каких врачей только не искали, куда нас только и за границу не отправляли в Израиль, в какую-то клинику, что там проведут лечение, всю жизнь будет, 100 лет проживет и не кашлянет, только нужно там 30 тысяч долларов только за один осмотр. Там, там, я не согласился, я поверил тюменским медикам, привезли сюда, 2-3 дня прошел он диагностику, выписали таблетки, на травах лечения, комплекс лечения, ну, такой, недорогой, в основном на травах, никакой химии, никаких антибиотиков, и, в результате, через 2-3 месяца все нормально, и Тру уже 10 лет, он ни разу не простудился. То есть, у вас это не сейчас война? Конечно, конечно, кто знает, и даже не знают, сотрудники нашей компании, другие обращаются, особенно с детьми, вот, один врач, один диагност, другой, я говорю, езжайте в Тюмень, там более серьезная диагностика, если спорный вопрос, третейский судья в Тюмени, и многие едут, и действительно получают квалифицированную помощь, и уже довольны, кроме спасибо, ничего плохого не слышно. Кристина просит уточнить, с какими вопросами приходят люди в общественную приемную Владимира Путина? Чем эта работа отличается от встречи с избирателями в депутатских приемах? Ну, во-первых, по моему опыту, по моему опыту работы в приемной Владимира Путина, приходили избиратели с вопросами, скажем так, более глобального, стратегического такого назначения, более с высокой патетикой. То есть текущие вопросы мелкие, то есть, допустим, септик в доме, крыша протекает, ремонт там теплотрассы и так далее, это вот чаще всего приемная депутата, депутатская. А вот серьезные глобальные вопросы, там приходил один новатор, создание там научно-технического общества на Ямале, где вот нанотехнологии будут внедряться и так далее. С предложением, да? Да, да, с предложением, больше приходит с предложением. Ну, в том числе приходит, есть что скрывать, приходят и такие люди, которые на уровне местных, муниципальных, региональных властей, если не решаются их проблемы, обращаются с пакетом таких документов, обращались туда-туда и рассматривают. То есть, приемная Путина, это уже как последняя инстанция в решении их вопросов и проблем. Вот я по своему опыту, может, у других депутатов по-другому, но мне вот так, как говорится, повезло. И плюс, мне как депутату Тюменской областной думы 70-80 вопросов приемных, когда я дежурил депутат и работал приемной Путина, это вопросы касаются юго-тюменской области. От лечения до приобретения жилья в Тюмени. Даже приходила одна мама, просила приемных Путина, то же самое, просила оказать содействие в решении жилья для ее ребенка, который поступил здесь в Тюменский вуз, в общежитие. Ну, и решаем. Спасибо. Следующий вопрос от Валентины. Она спрашивает, достаточно ли активно и оперативно на Ваш взгляд на Ямале и в Тюменской области решается вопрос оказания поддержки инициативных творческих молодых людей? Как с молодежью? С молодежью или с их творческой? Как помогать творческой молодежью? И на Ямале, я знаю, и в Тюмени. В Тюмени есть замечательная организация гражданских форумов. На Ямале общественная палата. И в том числе в Тюмени здесь молодежная палата. Креативные и инициативные начинания нашей молодежи не остаются без внимания. Они все задействованы и власти, как Ямала, так и Тюмени. Я знаю на практике, буквально вот в день и ночь, ну, я не говорю, что спят и видят, когда к ним приходят, но с безумной страстью ждут. И молодежь приходит, заинтересованный в интеграции решения вопросов молодежи, вовлечение молодежной в творческую, в политическую жизнь того или иного субъекта федерации. Много молодежи, я знаю, составляет костяк инициативной, продвинутой, творческой, одаренной, такой серьезный костяк. Это молодая гвардия Единой России в Тюменской области. То же самое на Ямале. Сейчас идет движение, вот лето началось, сезон начался, буквально вчера был старт там студенческих отрядов, победителей конкурсов лучших студенческих отрядов. В Тюменской области едут на Ямал осваивать, как говорится, новые месторождения, в том числе Ямал-Транстрой, там, Абская-Баваненкова, трассу, работать, Скайлор, в прошлом году был опыт такой, молодежь безумно довольная. Была и сейчас, взаимодействие есть. Молодежь, которая желает проявить себя с позиции творчества, ну, в чистом виде творчества, там, искусство, культура, СМИ, то же самое, находит свое самовыражение. По крайней мере, не было такого прецедента, когда молодой человек пришел и сказал, мне в чем-то отказать. Приходит, если инициатива стоит того, то есть, допустим, открытие политклуба какого-нибудь молодежного или провести дискотеку «Нет наркотиков», на это власти идут с удовольствием, организовывают, даже в финансовом плане помогают. А если открыть гей-клуб, то здесь, ну, к счастью или к сожалению, с этим инициативой молодежь не подходит. Я думаю, к счастью. Следующий вопрос от Владимира. Вернее, он считает, что Ямалу есть чем поделиться с Югом области. Он пишет, к сожалению, не вижу на прилавках магазинов ни деликатесная линия мяса, ни дикороса, ни пушиня. Возможно, просто не знаю о таких торговых точках. Николай Анатольевич, расскажите о взаимодействии с битопродукцией между Югом и округом. Ну, вот, это тема одна из серьезных. Я, как житель города Тюмени, бывший житель, сейчас, хотя я не вописывался, на Ямале 17 лет проживаю. Эта тема болезненная, но, учитывая, можно Ямал разделить на две части. Это запад и восток. Западная часть Ямала, Салихат, Лабытанги, Приуральский, Ямальский, Шурышкарский районы. То есть, там инфраструктура такова, что вот только самолет и все. Ну, там можно и речным транспортом, сами знаете, много продуктов не привезем. На самолете, допустим, в Салихат, я знаю, два рейса в неделю, привозят продукцию иутровского мясокомбината. Сначала в Салихарде открылся один магазин, сейчас их около шесть или семь. То есть, популярностью пользуются, да. Хотя, одна палка колбасы стоит в районе 500 рублей. Килограмм. Вернее, килограмм. Да, конечно, самолетом, если летает. Был другая часть Ямала, это восток, Новый Рюгой, Надым, Ноябрьск. Здесь проще, там, из Тюмени, с Югры. Вот, в Надыме, допустим, был на одном рынке полностью продукция нижневарковского мясокомбината. То есть, свои рынки сбыта, там есть продукцию юго-тюменской области. Но, в этом плане, эта ситуация не устраивает, как и органам государственной власти Ямала, так и в Тюмени. И не случайно 17 июня было принято протокол соглашения между внедрить в план Совета Трех Дум и Совета Трех Губернаторов. Как раз решение, вот, уже вопрос стоит об этой самой. Вопрос продовольственной безопасности. Качественная, где основной критерий, в которой качественная, хорошая продукция, должна доходить до каждого человека, и особенно до северян. То же самое, благодаря, вот, сегодня, сегодня была Дума, на Думе было принято это решение уже постановлением. И есть уверенность о том, что, вот, допустим, не точечные такие вещи, вот, как я сказал, там, Елутровская колбаса в Салихарде, там, Ишимская, или, там, Уренгое, Нижневартовская в Надыме и так далее. Вот это, как бы, носит на уровне, ну, точечных таких направлениях. А хотелось бы, чтобы была система шквал продукции, шел на север, свежий, качественно, вкусный. Я, как депутат, не скрою, я приезжаю на Думу, после Думы я лечу в Салихарде, я вот с целой сумкой беру яйца из Анохина, вот такие, знаете, здесь Тюмени, вот с двойными желтками, мне отец достаёт, тушёнку с родины Распутина, вот, колбасу, вот, и свежие овощи, фрукты и их без зубов. Ну, мне повезло. Вот, прихожу на рынок, здесь Тюмени беру, но не все жители Ямала могут воспользоваться свежей продукцией, приобрести. Там в основном преобладает, как они пишут, без соя, но по вкусу это полная резина, огурцы, помидоры, хоть круглый год. Из Москвы, якобы Московская дача, на самом деле, там полная резина, там или в Турции, или в Израиле, не знаю, где делать. То же самое и колбасы. Царицына, Черкизова и так далее, Микоян, они лежат годами в магазинах, и кому интересно, тот и берёт. Но есть альтернатива для альтернативы, мы должны все силы и помыслы приложить, и я уверен, это будет. То же самое по Тюмени. В Тюмени, я знаю, где Муксу, можно приобрести из Салихарда, где те же консервы, приобрести рыбный, и мясо оленя, консервы и так далее. Он даже ресторан с имальскими блюдами не ест. Но вот такого вот, такой интеграции комплексно-системной, вот правильно человек задаёт вопрос, он не видит. Я просто знаю об этом, а хотелось бы, чтобы об этом все население, но я думаю, после сегодняшней резолюции Тюменской областной думы вопрос двинется и может, скажем так, ближе к Новому году посмотреть, есть ли на прилавках магазина мясо оленя, а есть ли хорошие куры из Каскары, вот, в Салихарде, Борингое или Ремнадыре. Проверим. Последний вопрос задаёт Ольга, она просто рассказать, дружите ли вы со спортом, хотя вы уже говорили об этом, и какую поддержку оказываете спортсменам, как депутатам? Ну, во-первых, со спортом я обязан дружить, у меня трое сыновей, вот сейчас подсмаркиваю, потому что за последнюю неделю ни разу не удалось с ними зарядку сделать. Вот, всё, ну, да, я, видите, на заседании, на сессии думы. А так, с утра с детьми физзарядка, если есть возможность, там, допустим, ну, хотя бы раз в неделю в спортзал, на сторону теннис, футбол. Я когда-то был членом сборной Тюменского госуниверситета по футболу, поэтому, ну, сейчас, видите, время такое, настоящие мужчины, им некогда по улице носиться, гонять мяч, все украды в телевизор. Хоть сборная России не попала, сейчас всё, там, Гондурас, Ганна, Бразилия, Испания, вот, мы сейчас, ну, уже отошли от того, что от шока, то, что Гусхидинг нам дал, возможность поверить в себя и в свою сборную потом вот это всё, желание атрофировалось. Я принципиально не смотрел презентации сборных, которые попали, всё, а сейчас потихоньку, потихоньку, раз втянулся и уже слежу. Вот, поэтому... А что? Да, да. Да, да. Тренировки. Да. А что касается уже поддержки, естественно, когда обращаются представители спортивного сообщества, с удовольствием поддерживаю, если есть возможность, оказываю и финансовую, и информационную, пропагандистскую помощь, начиная по основному обращу деятельности в телерадиокомпании, за здоровый образ жизни тех или иных спортсменов, делаем телеочерки, зарисовки, даже видеоролики, когда для показа берём какого-нибудь ребёночка, чемпиона города, области, призёра чемпионата России, по какому рассказывал, показывал о нём в трёхминутном ролике и для примера говорит, а что ты потерял, что ты нашёл, если вот не стал так, как он, на зависть другим. А знаете, молодёжь амбициозная, тщеславная, он одноклассника увидел, продвинутого, который чемпион там по греко-рибской борьбе, области, Тюменской области, хорошо учится, занимается, его по телевизору показывают, а этот вот только сидит, ширяется, ему тяжело смотреть потом так просто. И в том числе и финансовую поддержку тоже оказывают, конкретно, вот я говорил про бокс, волейбол, здесь в команде Тюмени, города Тюмени тоже оказывали поддержку, что сейчас в планах настольный теннис, бокс остаётся тоже, один из любимых видов спорта, вот прибой, обратились и просят представителей спорткомплекса прибоя, от Олимпийского резерва, сейчас изыскали средства, при поддержке губернатора Тюменской области уже нашли возможность приобрести им большой автобус, удобнее очень на соревнования ездить на этом автобусе. То есть вы не только оказываете поддержку, но все и курируете их потом, да? Ну, вернее, они не забывают, многим нравится финансовая поддержка, потом они намекают, вот в прошлом году вы нам помогли, вот спасибо за форму, спасибо за амуницию, обмундирование, а вот изнашивается, давайте, товарищ депутат, у нас новый призыв, новый набор, маленькие детки пришли, давайте помогаем, ну, с удовольствием помогаем, ради этого готовы на все. Спасибо, Николай Анатольевич, это были все вопросы, сообщения от посетителей СССР Тюменской линии. У вас есть возможность обратиться ко всем, кто задавал вопрос, наблюдал за нашу интернет-конференцию? Ну, во-первых, я хочу обратиться к молодежи, предстоит вот-вот на днях День молодежи, вот, на самом деле, я уверен, что будущее за вами, и очень приятно, что среди вопросов, которые в мой адрес были адресованы, представители креативной, творческой, продвинутой молодежи, откликнусь. Вас с наступающим праздником, а всем избирателям, всем корреспондентам, которые мне задавали вопросы, хочу сказать огромное спасибо, и если я, по вашему мнению, не полностью ответил на ваши вопросы, у меня есть сайт Тюменской областной думы, там есть форум, обращайтесь, излагайте подробнее, если нужно, в письменном виде, я в каждом отвечу, и если есть необходимость, я готов лично с каждым из вас встретиться, потому что мой основной слоган, когда я шел на выборы, это индивидуальный подход к каждому избирателю. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok